А сейчас мы предлагаем вам фольклорную программу «Три спаса» Галины Сурковой. Товарищи, мы не будем так очень официально. Я замыслила вот эту сегодняшнюю программу фольклорную не как обычный концерт. Вышли, спели, сплясали. Будем мы вместе с вами творить эту программу. То есть фольклор изначально, вообще говоря, не предназначен для сцены. Он предназначен для собственного потребления, вообще говоря. И главное здесь соучастие. Так что не стесняйтесь. Если я буду приглашать, вы, пожалуйста, с нами выходите, пойте. Ничего сложного там нет. Итак, сегодняшнюю программу я назвала прямо вот на тему нашего дня. «Народный календарь. Три встречи осени». Ну, пара слов, что такое народный календарь, как он образуется. Я тут вспоминаю сразу теорию марксизма-ленинизма. Три источника и три составные части. Так вот, в народном календаре тоже есть три источника и три составные части. Первое, это, конечно, календарь земледельца, потому что Россия всегда была великой земледельческой культурой. Все зависит от смен времен года и так далее, от сельскохозяйственных работ. Это, так сказать, один источник формирования народного календаря. Второй источник – это православный календарь, потому что с момента крещения в Руси православное христианство у нас все-таки является ведущим вероисповеданием. И, как показал опрос, 85% всех верующих принадлежит как раз православным христианам. Поэтому вторая составляющая народного календаря – это православные праздники. Ну и третья составляющая часть народного календаря – это наше прошлое, это наша культура до крещения Руси, до христианского периода. Потому что вот сейчас на скидку можно вспомнить несколько праздников, которые перешли сейчас из языческого так называемого периода. Я не очень люблю слово «языческое», но как выносит такой вот немножко отрицательный налет. Хотя, в общем, там ничего отрицательного нет. Но вот на скидку я вспоминаю, да вы сами сейчас вспомните, это масленица, правильно? Правильно. Многие традиции перешли оттуда, с блинами, только там она называлась комоедицей. А здесь она называется масляная, потому что это мясопустная неделя, блины не с мясом, а именно с сыром, с маслом. Она еще называется «сырная неделя». Ну и на скидку Иван Купала. Вот, первоначально, значит, это было Бог Купала, потом в христианском периоде это Иоанн Креститель, а в народе все-таки осталось в памяти, как Иван Купала. Вот это так, на скидку. Вот что такое народный календарь. И вот в рамках народного календаря сложилось три спаса. И все они приходятся в августе. Значит, первый спас у нас будет отмечаться 14 августа, и называется он «Медовый спас». Почему слово «спас»? Вот само, откуда оно появилось? Ну, первая версия христианская – это спаситель наш, да, который появился за, так сказать, отвечал за грехи всего человечества. Ну, а если по-простому, то это просто осенью делают запасы, запасы урожая на зиму. Вот и все. То есть спасти урожай нужно запастись. Вот такие вот изменения по поводу образования слова «спас». Итак, первый спас. 14 августа называется «Медовым спасом». Что это за праздник? Это действительно народный праздник. Начинают качать мед. И обязательно пасечники угощают всех, особенно соседей, новым медом. Обязательно меды освящаются в церкви. И обязательно посещение храма для всех православных христиан, кто воцерковлен, конечно. Вот, собственно говоря, ну и, конечно, это праздник. Выпечка с медом, ковришки на меду, медовуха, да, вот тут же. Поэтому я хочу, чтобы мы проиллюстрировали вот этот праздник «Медовый спас» песнями соответствующего содержания. Вот мы сейчас девками споем вам частушки по этому поводу, потому что все вот песни, хороводы и частушки, так сказать, все они прославляют, должны челок славить, басечников, ну и так далее. Так, девушки, прошу, частушки поем. Инна, Инна, на сцену, Таня, Таня на сцену. Так, ну и, наверное, все, да? Так, встаем. Так, Инночка, значит, вот сюда со мной рядом. Вот сюда со мной рядом. Там вторая Оля, третья Таня. Нам нужно микрофон? Не знаю, нет. Не, не, не. Вы туда, к вам, а это поближе, поближе. Как это не? Значит, хочу сказать, что... А в чем они работают? А, в чем они работают? А, хочу сказать, что эти частушки мы специально сочинили сами к медовому спасу. Так, сейчас мы с девками вчетвером вам частушки пропоем. Изыщите, мы будем петь для гармошки. Я намажу блинчик медом, я подам их сразу два, чтобы дуроли от любови. Закружилась голова, далеко пчела летает, добывает сладкий мед. Медом губы я намажу, мимо дроля не пройдет. Дроля глаз своих не сажет, прячется наличником, Потому что дроли пчелки цапнули за личиком. Бабка с дедом в любви жили до глубокой старости, Потому что тот дедом кушал ложками медок. Я была бы челочкой, да целый день летала, А я бы дролю в убочке, да целый день кусала. Человек не долг, но живет во веки рой, Полюби с тобою, дроля, проживем мы с тобой. А теперь мы споем, наверное, песню на стихи Гавриила Державина, Все ее знают, называется «Пчелочка золотая». Попрошу выйти в части ансамбля «Слово». Это старая Белокуриха, а Белокуриха уже здесь. Ну и кто с нами хочет спеть, пожалуйста, вставайте с нами петь, Всем места хватит. Ты хочешь? Шурик со мной, не знаю. Ну иди, иди. Я бы спела, но я стесняюсь. Иди, не стесняйся. Иди, не стесняйся, я сказал. Не стесняйся, Юля. Ай, пчелочка золотая, и что же ты жужжишь? Ай, пчелочка золотая, что же ты жужжишь, жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь? Ай, около летаешь, а прочь не летишь, летишь Жаль-жаль-жаль ко мне, но רочь не летишь А ли ты не любишь Любушку мою? А ли ты не любишь Любушку мою? Жаль, жаль, жаль ко мне, любушку мою. А у моей любви русая коса. Жаль, жаль, жаль ко мне, русая коса. А я губам прилепну, с ней я умру. Жаль, жаль, жаль ко мне, с ней я умру. Жаль, жаль, жаль ко мне, с ней я умру. Спасибо всем, кто пришел подпеть. Мы переходим к следующему спасу. Но там, так сказать, кто сможет нам подпеть, оставайтесь подпоете. Кто не сможет, ну значит не сможет. Следующий спас по календарю, это 19 августа, называется яблочный спас. Ну, естественно, по аналогии с первым спасом, начинаются сбор урожая, заготовки и самое главное посещение храма для верующих православных христиан, освящение урожая и закладка на следующий урожай на зиму. Естественно, это праздник народный, естественно, это выпечки с яблоком, вот, и мы по этому поводу сейчас поем вам песню. Кстати, эта песня записана на Алтае, в селе Новоалейское, и называется она «Ехали купчики с ярмарки», потому что как раз она в календарь входит, эта песня, как раз купчики заготовили яблочки и, значит, едут по своим деревням, чтобы выставлять на продажу. Потому что в эти дни производятся большие ярмарки, и там продаются все, что можно продать, испечь, скушать и так далее. То есть это народный праздник. Так, ехали купчики так. Так, Шурик. Танечка, подголосок? Да, туда, по мне. Мы тут сейчас перегруппируемся по голосам. Так, все хорошо слышно вас, да? Так, попробуй микрофон. И на, встаем. Значит, все это делается вот просто, так сказать, без специальных каких-то изнурительных тренировок и спевок, вот так, как это есть в народе. Вот собрались на праздник, да? Собрались на вечерку. А давайте, девки, споем. А давайте. И вот мы сейчас таким, таким сборным коллективом и споем вот эту песню, которая записана в Новоалейское. Значит, подголосок со мной поешь. Со мной поешь. Ехали купчики с ярмарки, да закопали, да яблочки. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, да закопали, да яблочки. Яблочки садовые, мельчонки черноборовые. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, девчонки черноборовые. Я одна девушка хороша, да по дорожке, да в лес она пошла. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, да по дорожке, да в лес она пошла. По дорожке в лес пошла, да цвет коленки доломала. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, да цвет коленки доломала. Цвет коленки ломала, да в офицера добросала. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, да по офицеру добросала. Офицерик молодой, да ты возьми до меня с собой. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, да ты возьми до меня с собой. Я постелью, постелью, да спать, постелью до тебя уложу. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, да спать, постелью до тебя уложу. Спать к постелью положу, Да правой ручкой до тебя обниму. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, Да правой ручкой до тебя обниму. Правой ручкой обниму, Да поцелую, да и пойду. Ой, Люли, ой, Люли, ой, Люли, Да поцелую, да и пойду. А почему? А я вам скажу, почему. Эта песня, вообще говоря, календарная, я бы ее так назвала, календарная песня, потому что поется она именно, начинается с яблочного спаса. Что значит, на какой период христианского православного календаря попадает 19 августа? А это период Успенский пост, который начинается с 14 августа и продолжается до Успения практически. А пост, как сами понимаете, сдержанность не только в пище, в поступках, в словах, но и в других вещах. Поэтому вот такое целомудренное, на мой взгляд, окончание этой песни. Вот это моя трактовка такой песни, что эта песня вообще календарная, хотя прямых указаний я нигде не нашла. Ну, если вот так рассуждать логически, почему такое целомудрие-то, казалось бы? А вот я нашла такое объяснение. Можно со мной, конечно, не согласиться и поспорить. Кстати, после вот нашего выступления, когда закончится программа, вы можете что-то спросить, уточнить, что-то добавить. Пожалуйста, но не во время программы. Так, следующий пост, ой, следующий у нас спас 29 августа. И называется этот спас ореховый. А еще он называется спас на холстах, потому что в это время уже девки, такие рукодельницы, уже обтрепали лен, соткали первые холсты, и на ярмарках уже начинают предлагать свои холсты из нового урожая. То есть такая выставка идет на ярмарках, тоже предлагается вот эта продукция. Поэтому еще называется спас на холстах. Так, ну вот здесь у нас, ну, собственно говоря, если говорить об этом празднике, то он точно вписывается в такую же, прямо говоря, парадигму. То есть это праздник. Это освещение орехов и прочих сборов в церкви, хождение в храм, конечно, застолье, конечно, вечерки. Вот. Но, поскольку это приходится все-таки на Успенский пост, как бы такое сдержанное веселье предлагается. Если в традиции говорить, народной традиции, то нет такого гульбища, как, скажем, на Масленицу. Нет. Все очень пристойно после посещения церкви, освещения плодов. Так, сейчас мы с вами сделаем вот что. А сейчас мы с вами спустимся вот сюда и поводим хоровод-игру, который называется «Сидел наш Яшенька» в Ореховом кусте. Этот хоровод тоже аутентичный. Он записан в селе Яутла, Курганской области. Значит, все желающие, пожалуйста, вот сюда, круговой хоровод. И мы сейчас стульчик возьмем. Да, да. Стульчик возьмем и к вам спустимся. Пойдемте? Куда? Пойдемте. Я стопу туда. Как на вечерке, да. Как на вечерке. Все желающие и нежелающие тоже хотят. Приглашаем всех. Все, может, не войдут, но сколько... Желающих. Желающих, да. Никого за руку тащить не надо. Все желающих приглашаем. В Яшеньке у нас уже определился. Почему такое странное имя Яшеньке? Вот одна из версий, это что вот этот очень старый-старый хоровод, который относится еще до христианскому периоду. И там вместо Яшеньки был Ящур, которым приводили, приносили в жертву девок. В христианском периоде уже жертвопринощений уже нет. Поэтому Ящур переделся у нас в Яшеньку. Значит, мы вводим хоровод. Вы смотрите на нас, заводящих. А наш Яшенька будет делать все, что мы ему поем, проявляя инициативу. Дорогие Яшеньки, тоже вспоминайте, это очень интересная игра. Да, руки, давайте возьмите. Да, руки, да. И так слышно все. Да, конечно, все, и все. Слышно. Слышим. Лечорка, лечорка. Сидел наш Яшеньк на золотом столе. Ладу, 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 л ПЕСНЯ 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 ТРАДИЦИИ ОСТАВАЙСЯ 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 ПЕСНЯ 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 ВЕРНЁМСЯ К НАШИМ ТРАДИЦИЯМ ДЕВКИ СЕЙЧАС Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ЕЩО О МОНОЕ ТРАДИЦИИ ТРИСПАСА ЧЕТРДАСТАЙ МЕДОВЫЙ ПОТЕ КОТОРОГО ВЧЕРА УЖЕ МЕД НЕ ПРИНОСИТ 19 АВГУСТА СБОР ЯБЛОК, ЗАГОТОВКА, ЯРМАРКИ И ОРЕХВЫЙ СПАС 29-го Это ПОСЛЕ УСПЕНИЯ УСПЕНИЯ 28-го СОБСТНОГОВАЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕДА СПАСОВ Вот ТРИ СПАСОВ ТРИ ВСТРЕЧИ ОСЕНИ И СЕЙЧАС Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ЕЩО ОБОДНОМ ОБОДНОЙ ТРАДИЦИИ КОТОРЫЕ СУЩУЮТ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ НАШЕЙ НЕОБЯТНОЙ РОССИИ ТОЛЬКО В КАЖДОМ УГОЛКЕ ЭТОТ ОБРЯД ПРОВОДЕТСЯ ПО-СВОЕМУ А ТРАДИЦИЯ НАЗЫВАЕТСЯ ПОХОРОН МУХ И КОМАРОВ ГДЕ-ТО ЕЩЁ КЛОМОВ КОРОНЯТ ГДЕ-ТО ЕЩЁ КАКИХ-ТО ТАК ЖУЧКОВ ПАУЧКОВ КОРОНЯТ НАЗЫВАЕТСЯ ТАК ПОХОРОНЫ МУХ И КОМАРОВ Потому что это обряд шуточный И посвящено очень много песен этому шуточному обряду А во вторых, есть тут смысл Потому что всё в природе должно происходить чередой, как положено Положено мухам комарам помереть в конце лета Для того, чтобы возродиться на следующий год Вовремя накормить птичек всяких и так далее Вот. Как происходит этот обряд? Значит, делается из каких-то подручных овощей домовина, то есть в простонародье гроб. Там в свекле выдалбливается, в картошке выдалбливается, в яблоках, во что у вас есть под рукой. И туда, значит, садится уже погибшую либо муху, либо комара пойманного, запечатывается и начинается обряд оплакивания шуточного вот этого, вот этого погибших мух и комаров, которые вовремя должны исчезнуть. Так, сейчас мы споем песенку. Так, Шурик, наверное, тебе надо будет встать вот сюда, дядя Толи. Так, а мне вот сюда вот. Вот. Так, ты у нас... Так, я запеваю, да? Ага, тогда вот сюда. Все, поем. Песня называется «Комар шуточку шутил». Все вот так вот, кружочком. Вот-вот-вот-вот. На подпеве, Анатолий Андреевич, на подпеве, где там будет. Шурик, тебе точно так же. Поехали. Кусок ножки, куда дело? Ой, комарик, ой, сударик. Комару-то горе-горе, комарики горе. Вдвое муж коллега. Без ноги-то. Кто детей-то кормить будет? Кто тебя-то приголубит? Недотёку, неумеху. Надо лекаря искать, да комарик спасать. Поскорее, ой, поживее. Вот такая песенка. Записана она в себе в Алман Новосибирской области. Ну, там очень много песен. Там что-то у меня, по-моему, не короче, да? Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, вот, собственно говоря, всё. Всем артистам спасибо. А что я хочу сказать? Дальше я просто закруглюсь по этой теме. Всё, Анатолий Андреевич, всё, спасибо. Да, больше там ничего есть пока не будем. Всё остальное уже там. Значит, что характерно, что общее для всех этих спасов? Общее то, что это вообще говоря просто народный праздник. Это народные праздники, которые идут обязательно с посещением храмов, с освещением плодов и, соответственно, с застольем. И, естественно, с введением вечерок. Вот. И я хочу сказать, тут существует ещё одна традиция. Во время смотрят на какая же погода будет во время этих спасов. Ну, в народе всегда обращается внимание на приметы. Вот какие приметы существуют и которые указывают, конечно, на погоду. Всех интересует эта погода. Значит, мы на медовом спасе 14 августа смотрим, какова погода. Какова погода, такова будет вся осень. Так говорит народная примета. Вот мы как раз проверим. Будет 14 августа. Все обратите внимание, какая будет погода. Яблочный спас 19 августа. Если погода сухая и тёплая, тёплая будет зима. Вот мы и посмотрим, 19 августа какая у нас будет зима. Ну, и на Ореховый спас 29 августа. Если будет дождик с грозой, осень ожидается тёплой. Вот такие народные приметы существуют по этим спасам. Собственно говоря, все главные слова про эти спасы я уже сказала. Если у кого-то есть вопросы, дополнения, комментарии, мнения, попрошу. Можете задать мне эти вопросы. Я тут же прямо вам и отвечу. Если вопросов нет, то тогда разрешите откланяться. Мне бы хотелось поблагодарить всё-таки. Ладно. Друзья, только что мы с вами стали участником программы, подготовленной одним из ведущих фольклористов Белокурихи, Галиной Сурковой. Галина прошла обучение в Новосибирске у лучших преподавателей, носителей народной, певческой культуры, из крестьянских переселенцев. Галина уже много лет сохраняет и передаёт свои знания аутентичного пения. Трепетно следит за чистотой каждого нюанса. Её можно назвать истинным хранителем русской песни. Аплодисменты.